В конце апреля Гагаузы будут выбирать себе нового лидера – Башкана. Последние 8 лет во главе автономии была Ирина Влах. Впервые она победила благодаря пророссийской риторике и Путину. Но в этом году она больше не может выдвигаться, и Башканом точно станет другой человек. Кто это будет – выборы, как говорится, покажут. А пока мы решили узнать у жителей Гагаузии, что они думают о внешней политике, взаимоотношении Кишинева и Камрата, а также о румынском языке, который власти предлагают изучать нас меньшинством. Результаты, впрочем, смотрите сами. Куда должен совершить свой первый визит новый Башкан Гагаузии? В Россию. А почему вы так думаете? Потому что так. Мы как бы предки, они нам глаза открыли, они нам все дали. Без них гиблое дело. Все. А молдаване и румыны отнимают у нас последние. Первый к народу. Он так и сделает. А второй визит, но обязательно мы в Молдове живем, в президентуру Молдовы. Встретиться с президентом. Им работать вместе. Россия прежде всего, потому что мы тоже, как вам сказать, и газ, и электроэнергия, все зависим. От России нельзя отказываться. Надо жить дружно с Россией. И тогда и бумажные. Нужно со всеми странами, и Турцией, и Румынией, и со всеми, со всеми Европами. Народ к народу. Сюда выйти, поговорить, чтобы все люди поняли, и рассказать свою точку зрения. В России, конечно. Вопрос есть еще? Потому что мы с Россией жили 70 лет вместе в Союзе, и мы жили много лучше, чем сейчас в нищете. Народ живет в нищете. Вы согласны? В нищете. Но вы же, молодежь, живет в Европу. А мы кто для Европы? Да мы никто. Я думаю, что для начала, судя по тому, какие сейчас отношения с Кишиневым у Гагаузии, скорее всего, он должен налаживать отношения с Кишиневым, чтобы больше внимания уделяли Гагаузии. И не как сейчас это происходит. Вот сегодня, да, допустим, президент приехал в Гагаузию, как бы, и узнали это как-то вокруг да около. Но всем селам Гагаузии должен в первую очередь днем приехаться, а потом уже принимать решение, куда ему ехать дальше. Ну, тогда второй визит после того, как по всем селам? Второй визит, наверное, в Кишинев. А потом уже нет разницы, либо в Европу, либо в Россию. Главное, чтобы была польза от этого для Гагаузии. Ну, я думаю, что он, наверное, все-таки в первую очередь должен приехать в Турцию, потому что Турецкая республика – это наш братский народ. Как вы оцениваете нынешние взаимоотношения Кишинева и Камрата? О, очень хорошие. Очень хорошие. Мы люди второго сорта. Может быть, и четвертого. Вы имеете в виду Гагаузию? Гагаузию? Да, да, да. Опять грабят. Это что такое пенсионер, человек? Работает по пациенту, и у него вот самый медицинский полюс опять деньги брать? За то, что он 50 лет проработал где-то, и если он в состоянии еще шевелиться, чуть-чуть подрабатывать, значит, с него давай опять скорость снимем. На протяжении всего времени, наверное, за всю историю Гагузии всегда у нас были отношения такие, они не совсем гладкие, более-менее напряженные. И сейчас тоже считаю, что они не совсем такие гладкие. Напряжение какое-то есть. Хорошо, чтобы я так считаю, чтобы они хорошо жили, дружно и не критиковали друг друга. Без национализма. Без национализма. Чтобы все нации были равны, уважать друг друга. Власти предлагают бесплатные курсы румынского языка. Пойдете учить язык? Нет. Почему? А пускай деньги им остаются, они любят деньги. Нет. Нет. А почему? Восемьдесят лет я какой язык может быть? Я семьдесят. Мне нужен? Мне нужен? Я сколько понимаю, молдавский мне хватит. Почему бы и нет? Да. А почему бы и нет? В школе учили, да, но это, сами понимаете, как школьная программа. Да, пойду. Если успею, обязательно. Почему? Желание есть. А почему есть такое желание? Ну почему? Нужно и общаться. У меня половина родственников. Это в Молдаване есть, в Румынии есть. Так что общение главное. Не знаю. Пока не планировал. Если будет необходимость, то, конечно, пойду. Пока нет необходимости. Та база, которая есть, она хватает. А он мне и нужен. Редактор субтитров А.Семкин